Я стала чаще замечать комментарии, где люди говорят О, Яна, это ты что ли? Раньше я смотрела твои старые анимации, не узнала тебя Это заставило меня задуматься, правда ли у меня такой большой прогресс, что люди даже удивляются, когда видят мои нынешние работы Да я шучу, конечно у меня прогресс Напоминаю, с первого видео на этом канале прошло почти 6 лет Многое что изменилось Я сама выросла и мой скилл в рисовании тоже вырос А вот что по-настоящему заставило меня задуматься Это то, какой я путь прошла и какие решения я принимала, что мой скилл из этого вырос в этот Путем анализа своего прогресса я отметила 5 решений, которые сильно повлияли на мой дальнейший рост Вам важно сейчас знать, что я не профхудожница, а просто рассказываю про свой личный опыт Это не топ советов, которые вам помогут лучше рисовать и так далее, это просто история А прислушиваться ко мне или нет, решать вам самим Первое, с чего я хочу начать, это моя огромная проблема Она, считай, меня преследовала даже до прошлого года И называется она А зачем стиль? Считай, до своей популярности в 2016 году я рисовала так Я была начинающей художницей, мне нужно было много чего узнать, чтобы прогрессировать дальше Но в те времена, не знаю как сейчас, но тогда все гнались за стилем Везде писали про стиль в моем окружении, что он должен быть у каждого И у тебя тоже В силу возраста, мне было от 12 до 14, я жила в этом окружении, где стиль ставится выше всего Это закрепило во мне мысль, что, ну, не очень важно, хорошо рисуешь ты или нет Главное, чтобы у тебя был стиль, тогда ты станешь популярной Я вот рисовала-рисовала и в 2017 я узнала, что такое мем-анимация и решила тоже поучаствовать в этом действии Я ради анимации упростила свои работы, чтобы легче было анимировать Но вышло так, что упрощенные анимации стали очень популярными И во мне проснулась та сама мысль, что стиль важнее всего Конечно, в этой популярности были и другие факторы, но мне хотелось думать, что я правда хорошо рисую А стиль тому доказательство, что он так привлек людей, вот это все Меня, 15-летнюю, в принципе, устраивало расклад, где я рисую что-то простое и это нравится людям Так бы и дальше продолжалось, если бы я хотела только коммерческой выгоды от своих работ Но нет, я хотела реализоваться еще как крутая художница И в 2019 году я больше начинала понимать, что я недовольна своими рисунками Что стиль, который я создала, меня ограничивает К сожалению, мне это было основать сложновато Я не про стиль, а про то, что за красивой обложкой пряталась моя неопытность Я не умела много что рисовать, не было базы И знаете, да, я это признаю Четыре пальца рисовала, потому что я не умела рисовать руки Я оправдывала это стилем В такие моменты надо уверенно говорить Да, было И вы так на меня сейчас не смотрите, как будто вы сами этого не делали Мы все это делали Все Я просто не заметила, что мой стиль стал зоной комфорта Откуда мне было очень сложно выйти Когда я себе призналась, что ограничивать себя стилем было самым глупым решением Я начала потихоньку выходить из этой зоны комфорта Что же я для этого делала? Например, начинала с малого Попробовала нарисовать на веках такие блики Рисовала такие румяна Некоторое время мне это нравилось Потом разонравилось И я убрала эту фишку Маленькие шаги превращались в большие Я уже меняла пропорции персонажей Училась рисовать разные эмоции, динамику и фаны Так я рисовала в начале девятнадцатого года Когда думала, что стиль все мое А так уже в конце девятнадцатого года Когда решила выходить из зоны комфорта К чему все я это говорю Пожалуйста, если вы начинающий художник, художница Рисуйте в свое удовольствие А когда поймете, что вы хотите реализоваться как художник Начинайте учиться, нигде себя не ограничивая Стиль не такая уж важная часть художника Он у кого-то есть, а у кого-то нет И это нормально Переходим ко второй теме Не знала, как точно назвать, но получилось Повышать свою насмотренность И не бояться вдохновляться у других художников Не знаю, как у вас, но раньше я чувствовала такую вину Когда брала какую-то фишку у других художников Я думала А, там все узнают, что я взяла идею рисовать правый мизинец У этого художника Меня обвиняют в рисовке Но ведь все художники вдохновляются друг у друга Когда я уже вышла из зоны комфорта Я начала экспериментировать с техникой и настроением рисунка В один момент я насмотрелась на жуткие арты японских художников Мне захотелось также попробовать рисовать Потом я увидела арты, нарисованные пиксель-кистью Я скачала такую же кисть и начала так рисовать Для меня все эти эксперименты стали хорошим опытом Я поняла, что, ну, вряд ли я стану хоррор-художницей Мне это особо не интересует Пиксель-кистью рисовать тоже прикольно, но явно не моя тема Но один эксперимент засел мне в душу Это рисунки, которые супер стилизованные и супер острыми углами Я бы описала эту стилистику как стиль мультсериалов 2000-х годов В частности, мне очень нравятся работы Тертаковского Я даже посмотрела всего Самурай Джека, потому что мне нравится такая стилистика Также я укажу других художников, которыми я вдохновлялась Возможно, их работы вас тоже вдохновят И в этом стиле я нашла себя и решила двигаться в этом направлении Не могу сказать, конечно, что я буду всю жизнь рисовать Так? Но пока меня все устраивает Вывод тут простой Всего бы этого не было, если бы я не вдохновлялась у других художников И стеснялась бы применять их фишки на свои рисунки Тема третья Начала рисовать в скетчбуке В том же девятнадцатом году я захотела снова рисовать на бумаге В последний раз это было два года назад Все это как раз было на волне моих экспериментов Я видела свой прогресс и благодаря этому хотелось еще больше рисовать Мое желание рисовать могло прийти в любое время Тогда я все еще училась в школе Вряд ли я туда могла принести свой ПК И лучшим решением было купить себе скетчбук Кроме того, что мне хотелось рисовать В школе у меня был еще один стимул в виде скуки Когда мне становилось скучно, я могла отвлечься рисованием В один момент количество работ на бумаге у меня сильно превысило количество работ в дидже Это отображалось даже на качестве работы Есть еще одна причина, почему я больше рисовала на бумаге Это связано с тем, что у меня был старый ПК И он не совсем передавал все ощущения от рисования Но это уже другая тема Скетчбуком я пользовалась где-то год, пока не купила себе айпад Но за это время скетчбук мне помог не только в практике рисунка А еще и в создании идей Тогда у меня была куча желаний Например, я хотела нарисовать комикс Я создала вселенную нимба со своим лором, персонажем и так далее Именно в скетчбуке Там же я создала Мартина и Дэмиена, по которым были сделаны анимации Я, конечно, не говорю, что это сила волшебного скетчбука Просто скетчбук был там, где не было ПК И он определенно дал мне новый способ реализовывать свое творчество Вывод, а вывода нет Потому что это немножко, думаю, индивидуальная штука Кому-то может нравиться вести скетчбук, кому-то нет Лично сейчас я не хочу вести скетчбуку, но тогда он не помог в практике Потому что мне надо было много рисовать, а скетчбук был всегда под рукой Поэтому могу посоветовать только попробовать порисовать скетчбуки Если не понравится, то и не надо А если понравится, то вы можете делать обзор на скетчбуке Я вам завидую Тема четвертая Обойти технические ограничения Свой первый диджитал опыт я получала, когда рисовала на своем старом ПК Который постоянно лагал И что самое важное, там был такой же старый монитор Он отображал совсем не те цвета На ПК еще нельзя было подключить интернет Поэтому я все картинки, все программы, все кисти Сначала скачивала на свой телефон И потом уже закидывала на ПК Также и наоборот, когда надо было опубликовать видео и рисунки Я пользовалась тогда еще программой САЙ первой И то кажется она была какой-то неполноценной Потому что я не могла использовать текстуры для кистей Хотя, возможно, я просто не знал, как это делать И получалось так, что все мои кисти боятся друг на друга очень похуже Но я не жаловалась Я была только рада возможности рисовать в дидже Уже в конце 19-го года я накопила себя на айпад Тогда я открыла для себя диджитал рисунок совершенно с другой стороны Как будто все мои попытки рисовать в САЙ тогда были в бета-версии Считай, я заново училась рисовать в дидже И если я сейчас вспомню, как я рисовала на ПК и как я рисую на айпаде Это совершенно другой уровень Начиная с того, что я видела оригинальные цвета такими, какими они есть Заканчивая тем, что я начала использовать какие-то там эффекты на свои рисунки Например, эффектом умножения Ранее я подбирала все тени вручную Потому что я не умела пользоваться этим эффектом в САЙ И вот заканчивая тему Айпадом я убила двух зайцев Я нашла отличную замену своему ПК И скетчбука, который мне заменял свое время ПК Вывода опять не будет Потому что вряд ли я вам скажу Ребят, лол, купите айпад И все Конечно, если можете себе позволить обновить себе технику То покупайте, кто вам запрещает Возможно, вас лучше, как раз таки, как и мой Новая техника вам откроет новые возможности в Дидже И последняя тема Пятая Начала рисовать наброски и стадики Эта тема настолько важна для меня, что я в сценарии написала ноль текста Потому что я не могла подобрать слов, чтобы описать, насколько сильно на меня повлиялись стадики и наброски Насколько я помню, я начала рисовать наброски в 2020 году, когда мои рисунки стали более-менее хорошими Но я понимала, что динамики там не хватает, где-то на анатомию, не знаю Тогда я пересматривала все видео Симарт, конкретные видео про наброски Советую вам тоже посмотреть, но если кратко, она там говорит про то, что наброски это лучший способ повысить скил И я этим видео настолько вдохновилась, что решила рисовать наброски каждый день И я это делала Сначала я рисовала такие закорючки за секунд 30, максимум минуту И все это переходило к 5-ти минутным наброскам Дальше я отказалась от времени и решила просто так рисовать Это дошло до стадиков, где я рисовала уже в свете и практиковала покрас А моим любимым занятием было рисовать стилизованные стадики Наброски я рисовала, может быть, и не ежедневно, но регулярно раз в неделю И это на протяжении двух лет Моей целью в обучении было научиться рисовать разные формы и пропорции И я могу сказать, что в принципе я добилась того, что хотела И этот типа челлендж мне помог не только в развитии моего скилла, но и в повышении моей дисциплины Потому что ранее я много что не доводила до конца А тут так, я хочу научиться рисовать наброски Я это буду делать на протяжении двух лет без остановки Вывод тут будет Я бы пятое решение назвала больше советом Потому что я рекомендую, даже думаю, что каждый художник должен научиться рисовать наброски и стадики Это типа база, чтобы стать лучше, круче Наброски просто в соло, сделать из вас лучшего художника Настал конец видео Подытожим все пять пунктов Первое. А зачем стиль? А не зачем? Он не зачем Вот знаете же мэм, где город будущего? Вот этот мэм я Я, если бы не узнала, что такое стиль, когда училась рисовать Все было бы так просто, но нет Второе. Повышать свою насмотренность и не бояться вдохновляться у других художников Плюс к этому я упомяну, что ранее я еще вдохновлялась рисунками по слоям Я пыталась научиться рисовать без лайна, но я всегда добавляла в конце лайн сверху Потому что мне не нравилось то, как у меня получались такие рисунки И это к тому, что я до сих пор экспериментирую над своими рисунками Третье. Начала рисовать скетчбуки Четвертое. Обойти технические ограничения Пятое. Начала рисовать стадики и наброски И все эти пять пунктов я считаю самыми важными решениями в моем творчестве Возможно, кому-то покажется, что за шесть лет можно было и получше начать рисовать Но у каждого своя скорость обучения и возможности Лично я выложилась на полную Возможно, видео вышло немножко сумбурным, потому что ранее я писала прям биографию своего творчества Но это вышло прям на минут 30, читай А я не хочу делать такое длинное видео, поэтому я все это урезала до пяти пунктов Они друг с другом не связаны, но более-менее в хронологическом порядке идут Но надеюсь, было понятно Кстати, всем, кому интересно мое творчество, прошу подписаться на мой телеграм-канал Там не только мои рисунки, мы там еще обсуждаем будущие видео Общаемся, я там отвечаю на всякие вопросы Если это интересует, заходите, ссылка в описании На этом все, пока Кстати, в рисовании набросков есть один побочный эффект Вам, возможно, понравится рисовать голые тела И вы их будете рисовать Только чтобы потом перекрыть одежды сверху У меня каждый раз такое Я не знаю, что делать Субтитры сделал DimaTorzok